Добрый день, дорогие друзья! С вами Александр Карпов. Сегодня вторая передача из цикла «Этапы распада или шаги уничтожения Советских Советских Республик. Реформы политической системы». 22 июня 1988 года, по 1 июля 1988 года, 19-я Всесоюзная Инференция КПСС приняла резолюции 1. О некоторых неотложных мерах по практическому осуществлению реформы политической системы страны 2. О ходе реализации решений 27-го съезда КПСС и задачах по углублению и перестройке 3. О демократизации Советского общества и реформе политической системы 4. О борьбе с бюрократизмом 5. О межнациональных отношениях 6. О гласности 7. О правовой реформе 8. Парт конференции принял решение о совмещении должностей глав партийного комитета и председателя Совета соответствующего уровня 9. Поскольку этого руководителя избирал население, такое нововведение обещало провести на руководящие партийные посты людей энергичных и практичных, способных решать местные проблемы, а не просто заниматься идеологией 1. Декабря 1988 года Верховный Совет принял два закона 1. Закон СССР о выборах народных депутатов и были внесены необходимые для этого изменения в Конституции 1. СССР 1. СССР стал высшим органом государственной власти СССР в 1989-1990 годах 1. Последний раз собирался 5 сентября 1991 года, когда, по предложению Михаила Сергеевича Корбачева, 5 съезд народных депутатов СССР принял решение о фактическом самороспуску, то есть концы в воду 1. Заседания СНД должны были проводиться раз в год и обновлять пятую часть Верховного Совета 1. Треть депутатов избиралась от общественных активистов общественных организаций, которые могли иметь несколько голосов на выборах 1. То есть голосовать как граждане и как активисты общественных организаций могли иметь только несколько голосов на выборах 1. То есть голосовать как граждане и как члены общественных организаций и творческих союзов 1. Депутаты оказывались в неравном положении Одни прошли всенародные выборы в упорной борьбе со своим соперником, а другие получили мандат депутата от тех или иных организаций. От 25 мая 1970 года по 1 сентября 1991 года съезд принимал законы СССР и познавление большинства голосов от общего числа народных депутатов СССР. Таким образом, в общее число депутатов 2249, как минимум третья часть, вливалась в своих людей. 24 августа 1988 года в Чемкенте Казахской ССР зарегистрировал первый СССР в Кооперативный банк. Название банка «Союзбанк». Его основной капитал составил 1 миллион рублей. 30 сентября 1988 года на премьере ЦК КПСС проходит самое крупное со социальных времен чистка предбюро. 3 августа 1989 года закон СССР номер 3019 дробь 1 о внесении изменений и дополнениях в закон СССР о господприятиях и объединениях. Михаил Горбачев отметил как председатель ВС Верховного Совета СССР нормативы распределения доходов предприятий. Предприятия получили возможность выхода из подчинения отраслевым и территориальному органам управления. Снялось требование об утверждении руководителей предприятий высшими органами. Это привело к разрушению сложившегося в экономике механизма ответственности. Директора предприятий, достаточно успешно манипулируя решениями трудовых коллективов, постепенно превращались в бесконтрольных распределений госимущества. Эти узаконенные измерения стали юридическим основанием передачи функций и полномочий высшестоящих органов управления, объединением предприятий, возглавляемым бывшим министром или их первым замом. Вот и пошел первый разы в страны на финансово-материальные кулоки. 23 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принимает закон 810-1, закон о законодательстве Союза СССР и союзных республик об аренде. Аренда, как узаконный способ приватизации, имела существенные недостатки. Уходя из-под контроля государства, руководитель попадал в формальную зависимость от трудового коллектива. Конечно, на практике реальным хозяином предприятия уже являлся директор. Но юридически все власти директора ограничивались возможностью его переизбрания. Наиболее предприимчивые руководители стали искать иные пути. Постановление СССР номер 590 помогло найти и этот путь. Автором это было предложение по арендной плате. Автором арендной идеи был доктор экономических наук Рут Гайзер, успешно внедряющий в течение 1988-1989 годов свое изобретение в режиме экономического эксперимента. Арендный подряд расширял полномочия руководства предприятия по управлению денежными средствами. Это означало фактически снятие нормативных ограничений на формирование фонда оплаты труда. Авторский коллектив закона 810-1 во главе с академиком Буничев пошел дальше Рут Гайзера. Закон коллектива Буничев трактовал аренду уже как способ формирования альтернативной модели собственности. Продукция и доходы, получаемые арендным предприятием, становились его собственностью. Материальные ценности тоже. Приобретаемые на заработные средства также являются собственностью арендатора. Но самым важным по сравнению с арендным подрядом были два новых момента. Право выкупа арендного имущества и долевая собственность членов трудового коллектива. Начинается реальная приватизация средств производства. 6 марта 1990 года принят закон о собственности в СССР и с ним поправки Конституции СССР от 14 марта 1990 года. Было признано право собственности граждан и коллективных предприятий на средства производства, ценных бумаг и прочее. Понятие частной собственности все еще камуфлировалось под собственностью советских граждан. Но зато было узаконено право собственника заключать договора с гражданами об использовании их труда при осуществлении принадлежащего ему права собственности. А это уже капиталист и наемный труд, труд батрака. Отчего избавляясь 70 лет, к тому и вернулись. Это и есть вращение к экономическому рабству. 14 марта 1990 года закон СССР номер 1360 дробь 1 об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию основной закон СССР звучит В целях обеспечения дальнейшего развития, осуществляемых в стране глубоких политических и экономических преобразований, статья 10, государство создает условия, необходимые для развития разнообразных форм собственности и обеспечивает равную их защиту. Статья 11. В собственности гражданина может находиться любое имущество потребительского и производственного назначения, приобретенное за счет трудовых доходов и по другим законным основаниям. Для введения крестьянского и личного подсобного хозяйства и других целей граждане вправе иметь земельные участки в пожизненном наследуемом владении. Статья 127. Главой Советского государства СССР является президент СССР. Статья 114. Право законодательной инициативы, такой интересный перечень, закон подписан председателем Верховного Совета СССР Михаилом Горбачевым, который уже занял учрежденный им пост. Названия в так называемых законах сохраняются советские, а по сути структура государства уже выставлена по капиталистической модели. 20 марта 1991 года был принят закон, по которому упразднялся совет министров СССР и создавалось правительство нового типа, кабинет министров СССР при президенте, с более низким статусом и более узкими функциями, нежели традиционный совмин и т.д. 4 июня 1990 года закон СССР номер 1529 дробь 1 о предприятиях в СССР. Цитата. Закон направлен на обеспечение самостоятельности предприятия, т.е. разрываемые все союзные связи. Теперь каждое предприятие, ранее выстроенное в единую технологическую цепь, обязанное каждый перед вновь обрабатыванием продукции покупать друг у друга. А денег на киперацию предприятия уже нет. Вот о уничтожении практически всей экономики страны. 19 июня 1990 года постановление Совета министров СССР 590, утверждившее положение об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, постановление вводило новые организационно-правовые формы предприятий АО, акционерное общество и ООО, общество с ограниченной ответственностью. Реально создавалась возможность присвоения государственного имущества через внесение его в основной фонд таких обществ. Директор государственного предприятия вносил в АОО часть имущества подконтрольного предприятия. Другими участниками АОО становились доверенные лица директора. Они вносили в основной фонд интеллектуальную собственность, правопользование и другие нематериальные ценности. При этом стоимость вкладов оценивалась по соглашению сторон таким образом, что доля государственного предприятия оказывала существенно меньше доли остальных участников. Данная схема, абсолютно жуническое почувство, не нарушала ни одного закона и позволяла за бесценок приватизировать уж не только заводы и фабрики, но практически целые отрасли, самые ценные объекты государственной собственности. Широкое распространение приобрела еще одна форма приватизации – присвоение доходов государственного предприятия. Руководитель государственного предприятия сдал в аренду, то есть вносил в основной фонд основного АО, имущество структурного подразделения предприятия. Затем подразделение резко поднимало цены на продукцию, работы или услуги, поставляемую материнскому предприятию, и прибыль начинала стремительно падать к нулю. Самым распространенным вариантом подобной конструкции было образование различных бытовых торговых фирм, покупающих в кредит продукцию госпредприятия по ценам, максимально приближенным к себестоимости. В итоге того своеобразного совмещения преимуществ двух видов собственности – бесконтрольного распоряжения государственным имуществом и присвоения продукции доходов частного предприятия – сложилась уникальная возможность частного присвоения доходов от использованного государственного имущества. С 1988 года в стране нарастало общая неустойчивость в связи с ухудшившимся экономическим положением населения. Изначально начатые по инициативе сверху второй половине 1989 года перемены якобы выходят из-под контроля властей. Трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис. В 1980 году экономический рост резко замедляется, а в 1990 сменяется падение. Достигается в апогее хронический товарный дефицит. Пустые полки магазина становятся символом рубежа 1980-1990 годов. А все эти существующие внутри страны товары продавали за пределами страны. Чтобы отвлечь народ от непонятных ему экономических нововведений, его потенциальную энергию направили в русло межнациональных отношений. Появляются сепаратистские настроения на национальных окраинах страны, вспыхивают первые межнациональные сорокновения – это Карабах. Январь 1990 года ввоз советских войск в город Баку с целью ликвидации беспорядков на этнической почве и подавления политической оппозиции. Искусственно раздуваемые конфликты в республиках на фоне убитого единого сельского хозяйства и промышленности все теснее приводили к референдуму по запланированной отмене несовершенного социалистического уклада. Пока между цыковскими двоянами шел дележ с приватизацией общественного имущества, незримая рука рынка поставила новообразных капиталистов под общий финансовый контроль. Все безналичные расчеты проходят теперь через корсчета подконтрольных ФРС. Олигархи после поняли, что они заложники иерархов планетарной финансовой системы с известным с 1913 года центром управления. И теперь все наворованные деньги управляющих под контролем из единого центра управления вне корниции России. И в любой момент эти выведенные из страны миллиарды могут быть конфискованы в счет страны их нового пребывания. Следующий этап, третий, кража. Продолжение следует...